Привет, с вами Infocar.ua и у нас на тесте новый Land Cruiser Prado. Новый? Вы спросите, какой он нафиг новый? Этому кузову уже 6 лет. Да, кузову таки 6. И тем не менее, это, блин, самый новый Prado за последние 13 лет. И сейчас расскажу почему. Но зайду издалека. Когда покупал себе машину, выбирал между Prado и Touareg. Смотрел только на дизеля. И несмотря на определенные преимущества Toyota, выбрал Фолькс. Именно за счет современного мотора и коробки. Но тут не то, чтобы у Touareg они были сверхсовременные, скорее у Prado, скажем, прямо допотопные. Разрабатывая новое поколение, японцы, похоже, просто забыли сделать новую коробку или новый двигатель. В итоге, даже в далеком 2009-м Prado позорился на фоне конкурентов со своей скучной динамикой, дурным расходом и тракторным шумом. Но оно и не мудрено. С технологиями это конца 90-х. По этой причине Toyota много лет теряет много клиентов, для которых надежность и качество еще не все в машине. И, похоже, инженерам это надоело. Да, они таки сделали абсолютно новый дизельный мотор. И поставили на Prado новый шестиступенчатый автомат. И добавили новый цвет кожи, коричневый. Всего три принципиальных новшества, которые, похоже, еще лет на 10 продлят спрос. Поскольку два года назад мы чуть ли не по деталям разбирали это поколение Prado и его брата-мажора Lexus GX, то сегодня уделим внимание только самому важному. Замеряем динамику разгона, выдавим минимальный расход и немного побалуемся на бездорожье. И так, как вы заметили, внешне в машине ничего нового. Но, в принципе, дизайн Toyota обычно не стареет с годами. В том смысле, что даже в момент вывода моделей на рынок, их внешность сложно называть особо новой. В итоге и лет через пять, правда, не будет казаться старше, чем сейчас. Но нельзя не признать один факт. Многим это нравится. Я бы даже сказал, очень многим. Коричневый цвет кожи, несомненно, все еще в тренде. За которым Toyota, в принципе, успела. Как и вставки под алюминий. Сложно сказать, что салон стал на голову добротней, но что-то новое это всегда хорошо. Даже если вы все равно уперто выберете классическую черную кожу. Вот только новый цвет, увы, не добавил к креслам боковой поддержки. А вставки под алюминий, как ни странно, не ускорили работу мультимедийки и не смогли оттенить режущий глаз архаичные экранчики. Но с этим в Toyota нужно уметь мириться. Тем более, что есть ради чего. А теперь к делу. Впервые за 13 лет Prado получил абсолютно новый дизельный двигатель. Японцы сделали его полностью самостоятельно, без чьей-либо помощи и, как говорится, с чистого листа. Сегодня этот мотор можно встретить на Prado и пикапе Hilux. 2,8 литра и 4 цилиндра. Что это дауншифтинг? Ведь предыдущий дизель имел целых 3 литра. Неа. Смотрим характеристики и понимаем, что это не так. Даже небольшой прирост. 177 лошадей вместо 173 и 450 ньютонометров вместо 410. Вот, правда, полка момента слегка сузилась. Новый мотор теперь отвечает требованиям Евро-5. А это значит, что главный акцент был сделан на экологичность и экономичность. По сравнению со старым двигателем инженеры подняли эффективность спускной системы и оптимизировали подачу топлива. А новая система TS-WIN призвана снизить теплопотери за счет особого покрытия цилиндров. Увы, новый мотор совсем не делает дизельный Prado быстрее. А вот цифры расхода существенно упали. Но это только цифры, которые мы сейчас и проверим. Кстати, двигатель здесь действительно стал существенно тише работать. К тому же передает в салон намного меньше вибраций. Это факт. И, увы, бытующее сравнение Prado с трактором сейчас актуально разве что на бездорожье. Но, чтобы выйти на спокойный режим работы, этому дизелю нужно хорошенько прогреться. А это не быстро. Похоже, что двигатель действительно стал намного эффективней. Но, соответственно, неизбежно увеличилось время прогрева. И, чтобы побороть эту проблему, инженеры поставили сюда кроме стандартной функции PowerHeat еще и немецкую автономную отопительную систему Eberspecher. Но оценить, насколько хорошо она работает, можно разве что зимой. А вот получить честную цифру разгона до сотни сейчас нам ничто не мешает. Погнали! Получилось практически как по паспорту. 11,8 секунд. Но, увы, на сегодня это сложно назвать современной динамикой. Даже с учетом веса и габарита в автомобиле. Я думаю, вся причина в тисках под названием Евро-5. И очень многое здесь может поменять чиповка двигателя. Но, по ощущениям в движении, машина не кажется медленнее, чем раньше. Хотя запаса тяги для активной езды все-таки маловато. Новый для этого автомобиля шестиступенчатый гидротрансформатор. Здесь такой же, как в Хайлаксе, Тундре или Двухсотке. Да, шесть ступеней это еще не восемь, как у немцев. Но в то же время уже не пять, как раньше. Судя по всему, дополнительная шестая передача здесь сугубо повышающая. Потому как особой разницы в поведении на небольших скоростях и при разгонах я не замечаю. А вот при выходе на крейсерскую скорость, та самая шестая ступенька легко делает Prado более тихим и экономичным, снижая обороты двигателя. Особенно это заметно на скорости за сотню. Что мы получаем в итоге? Просто невероятный, как для Toyota, расход. 10 литров по городу, с небольшими тянучками и достаточно активными обгонами. 10 литров. Раньше это было бы не меньше, чем 12 или 13. И знаете, если задуматься о том, что машина все еще весит 2,5 тонны, передач тут все еще не 8 и не 9, а аэродинамика все еще близка к кирпичу, то возникает недоумение. А нихрена себе они мотор-то прокачали. То есть цифры расхода в городе по компьютеру не особо уступают тому же Туарегу. Хотя, говорят сейчас, все производители врут. Надо бы еще проверить. То, что мы приехали в лес, не означает, что Prado приберег что-то новенькое и для бездорожья. Нет, здесь все по-старому. Просто буквально совсем недавно на вот этой вот песчаной горке мы насиловали новый Outlander. И тогда нам удалось заехать, ну, раза, наверное, с 10, с большого разгона и под очень хитрым углом в конце. И вот сейчас хочется, ну, как минимум, для себя по свежим следам посмотреть, как эту же задачу выполнит настоящий внедорожник. С пониженными передачами и блокировкой межосевого дифференциала. КОНЕЦ КОНЕЦ Блин, вполне реально даже сюда заехать. Просто не хватает передней камеры, чтобы понять, что там на горке. А я не посмотрел, к сожалению, заранее. То есть немножко страшновато. КОНЕЦ Короче, японцы выбили у меня почву из-под ног. Кого я теперь буду троллить за убогие дизеля во всех тест-драйвах? Но нет, вы не подумайте. Я не хочу сказать, что этот мотор теперь такой же крутой, как и европейские аналоги. Да, он экономичней, да, он существенно тише, но динамика все еще грустная. Но, с другой стороны, пропасть уменьшилась в разы. И теперь, с учетом других, общеизвестных преимуществ Toyota и Prado в частности, выбор в пользу того же Touarego уже не кажется таким очевидным. Но теперь всех интересует горячий вопрос. Поднимут ли новые коробка и двигатель цену на Prado? Ведь мы привыкли к тому, что если вдруг что-то становится в полтора раза лучше, то автоматически оно становится раза в два-три дороже. Но, похоже, это не тот случай. Импортер заверяет, что цены не поднимутся в сравнении с автомобилем, ну, скажем так, предыдущей версии. Но, если посмотреть в прайсы сегодня, то видно, что Toyota Land Cruiser с двигателем 3.0 дизель стоит существенно дешевле. Это акционные цены, и машины по заверениям уже заканчиваются. К тому же, недавно поднятые поршины еще немножко подняли цену. Ну, что же, сравнивать цены уже вам. А что касается меня, я все сказал, что хотел об этом Prado, и пора прощаться. Итак, на кону у нас несколько новых тест-драйвов. Это будет новый пикап Hilux, Lexus RX и Infiniti Q30. Подписывайтесь на наши видео, ставьте лайки и берегите себя. Удачи! Всем привет! С вами Infocar.ua и у нас на тесте новый Land Cruiser Prado. Новый? Вы спросите, какой он нафиг новый? Этому кузову уже 6 лет. Да, кузову таки 6. И, тем не менее, это, блин, самый новый Prado за последние 13 лет. И сейчас расскажу, почему. Но зайду издалека. Когда покупал себе машину, выбирал между Prado и Touareg. Смотрел только на дизеля. И, несмотря на определенные преимущества Toyota, выбрал Foltz. Именно за счет современного мотора и коробки. Но тут не то, чтобы у Touareg они были сверхсовременные. Скорее, у Prado, скажем прямо, допотопные. Разрабатывая новое поколение, японцы, похоже, просто забыли сделать новую коробку или новый двигатель. В итоге, даже в далеком 2009-м, Prado позорился на фоне конкурентов со своей скучной динамикой, дурным расходом и тракторным шумом. Но оно и не мудрено. С технологиями это конца 90-х. По этой причине Toyota много лет теряет много клиентов, для которых надежность и качество еще не все в машине. И, похоже, инженерам это надоело. Да, они таки сделали абсолютно новый дизельный мотор. И поставили на Prado новый шестиступенчатый автомат. И добавили новый цвет кожи, коричневый. Всего три принципиальных новшества, которые, похоже, еще лет на 10 продлят спрос. Поскольку два года назад мы чуть ли не по деталям разбирали это поколение Prado и его брата-мажора Lexus GX, то сегодня уделим внимание только самому важному. Замеряем динамику разгона, выдавим минимальный расход и немного побалуемся на бездорожье. И так, как вы заметили, внешне в машине ничего нового. Но, в принципе, дизайн Toyota обычно не стареет с годами. В том смысле, что даже в момент вывода моделей на рынок, их внешность сложно называть особо новой. В итоге и лет через пять, правда, не будет казаться старше, чем сейчас. Но нельзя не признать один факт. Многим это нравится. Я бы даже сказал, очень многим. Коричневый цвет кожи, несомненно, все еще в тренде. За которым Toyota, в принципе, успела. Как и вставки под алюминий. Сложно сказать, что салон стал на голову добротней, но что-то новое это всегда хорошо. Даже если вы все равно уперто выберете классическую черную кожу. Вот только новый цвет, увы, не добавил к креслам боковой поддержки. А вставки под алюминий, как ни странно, не ускорили работу мультимедийки и не смогли оттенить режущий глаз архаичные экранчики. Но с этим в Toyota нужно уметь мириться. Тем более, что есть ради чего. А теперь к делу. Впервые за 13 лет Prado получил абсолютно новый дизельный двигатель. Японцы сделали его полностью самостоятельно, без чьей-либо помощи и, как говорится, с чистого листа. Сегодня этот мотор можно встретить на Prado и пикапе Hilux. 2,8 литра и 4 цилиндра. Что это? Дауншифтинг? Ведь предыдущий дизель имел целых 3 литра. Неа. Смотрим характеристики и понимаем, что это не так. Даже небольшой прирост. 177 лошадей вместо 173 и 450 ньютонометров вместо 410. Вот, правда, полка момента слегка сузилась. Новый мотор теперь отвечает требованиям Евро-5. А это значит, что главный акцент был сделан на экологичность и экономичность. По сравнению со старым двигателем, инженеры подняли эффективность спускной системы и оптимизировали подачу топлива. А новая система TS-WIN призвана снизить теплопотери за счет особого покрытия цилиндров. Увы, новый мотор совсем не делает дизельный Prado быстрее. А вот цифры расхода существенно упали. Но это только цифры, которые мы сейчас и проверим. Кстати, двигатель здесь действительно стал существенно тише работать. К тому же передает в салон намного меньше вибраций. Это факт. И, увы, бытующее сравнение Prado с трактором сейчас актуально разве что на бездорожье. Но, чтобы выйти на спокойный режим работы, этому дизелю нужно хорошенько прогреться. А это не быстро. Похоже, что двигатель действительно стал намного эффективней. Но, соответственно, неизбежно увеличилось время прогрева. И, чтобы побороть эту проблему, инженеры поставили сюда, кроме стандартной функции Power Heat, еще и немецкую автономную отопительную.